От покаяния к воскресенью России. Под таким названием в Москве проходит православная выставка-ярмарка, организованная выставочным объединением Уральские выставки. С экспозицией ознакомилась Эльвира Гордеева. За 10 лет выставка «От покаяния к воскресенью России» завоевала уважение и популярность в 32 городах России и в странах ближнего зарубежья. Те, кто сюда приходит, совершают своеобразное паломничество по святым местам, не выходя за пределы выставочного комплекса. В этом году эта выставка попала в годовой план, утвержденный святейшим патриархом Кириллом. И с августа месяца эта выставка каждый месяц проходит в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Ассортимент представленных товаров разнообразный. Изделия народных промыслов, церковная утварь и облачение, православная одежда для детей и взрослых из экологически чистых материалов, книги, духовная литература, продукты и товары для здоровья. На выставке представлены храмы и монастыри Русской Православной Церкви, представители которых прибыли из разных уголков России и ближнего и дальнего зарубежья. Представлены такие страны, как Россия, конечно же, в первую очередь, и также Белоруссия, Украина, Греция, Израиль и, по-моему, Черногория. Выставка в Сокольниках проводится в преддверии празднования памяти святителя Николая Чудотворца. Поэтому с Уральской земли в столицу был привезен чтимый образ святителя, перед которым все дни работы выставки проходят молебны с чтением Акафиста. Он приходит сюда, может помолиться перед его чудотворным образом о том, чтобы в его жизни произошло чудо. Чудо, прежде всего, воскресение тех качеств, которые необходимы нам для творения добра, для созидания в нашей жизни служения. Еще одним чудотворным образом, привезенным в столицу для поклонения посетителей православной выставки ярмарки, стала почитаемая на Уральской земле икона святого праведного Симеона Верхотурского с частицей его мощей. Данный православный проект согласован с комиссией по координации выставочной деятельности Русской Церкви. И каждый, кто придет на эту ярмарку, сможет не только приобрести подарок для себя или для своих близких, но и обратиться за молитвенной помощью к чтимым святым Уральского края, под покровительством которых проходит это мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова